Приветствую всех на канале программфикс у микрофона нетли и в этом видео я хочу показать вам как сделать крутой эффект написания текста в Adobe After Effects, как на данном примере. Погнали! Ну а для начала мы должны перейти на любой сайт со шрифтами. В моем случае это будет dofond.com. Здесь я выбираю подходящий шрифт для создания анимации рисованного текста. Больше всего для этого подходят шрифты brush. Я перехожу в шрифты стиля brush или кисти. И здесь еще подходящий шрифт. По итогу я нашел такой шрифт. Нажимаю скачать. Далее переходим в Adobe After Effects. Далее как у нас открылся Adobe After Effects мы создаем либо же запускаем любой проект где хотим сделать данную анимацию текста. Далее как у нас открылся проект After Effects мы создаем текст. Для этого нажимаем на текст или же комбинантскую клавиш Ctrl-T. Далее нажимаем на рабочее пространство и вводим здесь свой текст. По желанию можем поместить его по центру композиции. Для этого нажимаем Ctrl-Alt-Home, Ctrl-Home. Далее как мы создали текст мы выбираем инструмент перо. Или же нажимаем английскую букву G. И начинаем обводить каждый элемент текста пером. Перед этим в композиции не забываем выделить наш текст. Далее нажимаем пером на текст. И тем самым мы создаем маску. И так мы делаем для каждого отдельного элемента на тексте. Закругляем его в угоду тексту. Ну и продолжаем в том же духе с каждым элементом текста. Ну и в конечном итоге вот так я расставил маски. Далее для создания самой анимации мы переходим в эффекты, Generate. И здесь выбираем эффект Stroke. В настройках эффекта нажимаем на галочку использовать для всех масок. Оставляем галочку на Stroke Sequentially. И в стиле рисовки выбираем Rival Origin Image. Далее мы видим то, что наш текст стал очень тонким. Для этого мы переходим в настройки Brush Size. Размер кисти. И настраиваем его под текст. Далее мы можем посмотреть как изменяется наша анимация. Меняя значение End. И тем самым увидев все наши косяки. Для этого мы меняем значение Spacing на 0. Исправляем все места, где наша отрисовка налезает на другой участок, который должен быть позже. Просто нажимая на маски и меняя их. Ну это какая по итогу и анимация у меня получилась. Теперь как же ее анимировать? Для начала мы опускаемся на Timeline и нажимаем на эту стрелочку. Далее переходим в Effects. Нажимаем на Stroke. И нажимаем на секундомер возле значения End. Вначале ставим 0. Далее переходим на любой промежуток, который вам нужен. В моем же случае это будет 4 секунды. Ставлю еще один Keyframe. И здесь уже ставлю значение 100. Далее выделяю два этих Keyframe и нажимаю клавишу F9. И воспользуюсь плагином из предыдущего видео Flow. Нажимаю Apply. Ну и вот такая анимация в конечном итоге у нас получилась. Ну а я надеюсь вам это видео понравилось. Вы конечно же поставите лайк. Подпишитесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Также ставите свои божественные комментарии. Пишите какие бы видео вы хотели видеть на данном канале. Так как я ухожу в армию на год, ваши идеи я воплотить смогу не скоро. Но я надеюсь вы будете меня ждать. На этой грустной ноте я не прощаюсь. Всем удачи.